Что касается отеков, особенно что касается отеков губ, часто сталкиваюсь с тем, что пациенты не ожидая отека, который возникает после коррекции губ, отек, который нарастает в течение некоторого времени, может в течение двух дней нарастать, пациенты воспринимают как гиперкоррекцию. Пациенты могут воспринимать как асимметрию, если вы где-то больше сделали вколов. Соответственно, всегда предупреждайте пациента при коррекции губ, здесь я сделала большее количество вколов, у вас здесь будет больше отек, но если вы правильно рассчитали препарат, если вы ввели абсолютно одинаковую дозировку с одной и с другой стороны, а это нужно обязательно нам с вами смотреть, то тогда вы будете спокойны, говорят, это отек, ничего мы сейчас выбирать не будем, то есть назначаем лечение, спрашиваем, интересуемся, несколько раз в день звоним, но оптимально всего минимум неделю выдержать, и только потом, если вдруг правда произошла гиперкоррекция, то тогда уже вводить гиалуронидазу. Очень часто отек пациента воспринимают как гиперкоррекцию. Соответственно, пациентов предупреждаем об этом и сами тоже будем вооружены, предупреждены и спокойно выдерживаем реабилитационный период с пациентом. Субтитры создавал DimaTorzok